Продолжаем чтение дневника последних дней Прабхупады Тамал Кришна Госвами 25 октября. Последние дни Прабхупады, 25 октября. Утром я спросил Шилу-Правхупаду, как он себя чувствует. Прабхупады сказал, чувствует себя хорошо. Хорошо. 25 октября, дневник последних дней Шилу-Правхупады Тамал Кришна Госвами. Утром я спросил Шилу-Правхупаду, как он себя чувствует. Прабхупада, чувствует я себя хорошо, а вот физической энергии никакой. Тамал Кришна. Кажется, когда энергия заканчивается, нужно принимать Макарадваджу. Прабхупада. Да, Макарадваджа в сочетании с разными средствами дает разные физические реакции. Калираджа уже почти все приготовил. Тамал Кришна. Наверное, во сне вы видели именно его готовящие лекарства. Прабхупада. Да. Шилу-Правхупада попросил меня прочитать акт учреждения доверительной собственности для Гаура-Мандала-Буми, который я кратко набросал. Пока мы ждали Шататханю Макараджу и Ади Кешеву с Макарадваджи, Шилу-Правхупада встревожился. Он позвал меня и сказал. Кажется, это Макарадваджа, это тоже какая-то афера. Дела идут именно так. Когда я спросил, а в чем афера, Шилу-Правхупада прояснил. Подождите, что как раз тот день, когда мы обратились с заказом, он только что закончил приготовление. Я напомнил ему, что платил Чандидаса, но Прабхупада сказал, какая разница, платит Чандидаса или мы, если человек обманывает. Так или иначе, сказал я, у нас есть наше истинное лекарство, Харинама. Прабхупада согласился. Она всегда при нас, даже и без помощи Чандидасы. Ты не ошибся. Ты так же, как и я, в замешательстве. Но как ты думаешь, удастся ли тебе отвезти меня в Майапур? Все как-то останавливается. Через некоторое время Прабхупада вызван старших преданных. Прабхупада, дайте мне спокойно умереть здесь. Зачем идти на риск? Но не кладите меня в больницу. Бавананда Маарач, об этом не может быть и речи. Прабхупада, не делайте этого. У меня нет жизненной силы. Или, по крайней мере, нужно дождаться, пока у меня появится жизненная сила. Но сейчас, я думаю, эта поездка в Майапур очень рискованна. Я могу умереть по дороге. Но если вы положите меня в больницу, все кончено. Так что давайте попробуем Тума Карадваджу. А если у меня появится сила, мы двинемся дальше. Бавананда Маараджа. Лекарство. Нужно время, чтобы подействовать. Через некоторое время станет очень холодно. Прабхупада. Тогда вынесите меня на солнце. Солнце всегда есть. Это нетрудно. Но сейчас риск очень велик. Какой толк в том, чтобы умереть по дороге? Отложим. Если у меня появятся силы, мы сможем поехать. Но ни при каких обстоятельствах не кладите меня в больницу. Врач может настаивать. Теперь это одни кости. Пауза. Но не покидайте меня. Окружайте меня все время. Это меня вдохновляет. Окружайте меня и пойте. Харе Кришна. Прекратите все приготовление к путешествию. Джая Рада Мадава. Приехал Атре Ариши Прабхупада. Ты привез фрукты? На самом деле Атре Ариши привез огромный сундук сладких лаймов, апельсинов, яблоков, гранатов. У меня появилась маленькая надежда выжить. Дай мне чуть-чуть сока. Не покидай меня. Если погода солнечная, вынесите меня наверх. Но не кладите меня в больницу. Если у меня действительно появится хоть сколько-то сил, мы сможем подумать о путешествии в Майапу. На данном этапе это чересчур рискованно. Бессмысленный риск – дело нехорошее. Удаль – это хорошо. А ненужная лихость – это плохо. Атре Ариши представил двух бельгийских брахмачарей, которые помогали ему в ресторане. Очень рад. Повторяйте, Харе Кришна. Хотя праупаду так сильно болен, он выпрямился, чтобы поприветствовать этих новых преданных. На этом этапе путешествия – это самоубийство. Одни кости, никаких сил. Атре Ариши попросил праупаду разрешение приготовить овощной суп и фруктовый сок. Массажист начал массировать праупаду, который готовил принимать массаж целыми днями. Сегодня ему показалось, что тот слишком нажимает, и он остановил его, сказав, что так он ему наставит синяков. Во Вриндавану прибыла семья Упендра, и он привел их, чтобы они предложили поклоны Шиле Праупаде. Дети не узнали Шиле Праупаду, потому что долгая болезнь сильно истончила его тело. Дочь Упендра сказал, «Это не Праупада». Но когда мать уверила ее, что это он, предложила поклон. А сын спросил, «Почему Шиле Праупада такой маленький?» Днем Шиле Праупада почувствовал себя одиноким и несчастным, поэтому попросил всех нас подойти к нему. «Я сказал вам, чтобы вы не уходили от меня. Почему же вы все избегаете меня?» «Мы все ощутили неловкость и угрызение совести. Вы можете все сидеть со мной и повторять Али Кришна на своих маликах. Когда вы читаете джапу, я могу сидеть вот так». Шиле Праупада, который сидел в это время, начал повторять манту на своей малике. Нам очень повезло, что Шиле Праупада выражает свою потребность в нас, давая каждому из нас больше личного общения, чем раньше и близко, чем даже в дни его первого посещения Америки, преданные которой никогда раньше и близко не подходили к Шиле Праупаде. Теперь массируют его лотоса подобные стопы. Это возможность для каждого продвинуться вперед и накрепко привязаться к Шиле Праупаде. Я просто не могу себе представить, как может пасть человек, который был с Праупадой в эти дни. Сегодня второй из двух самых неблагоприятных дней этого месяца. Шиле Праупада оторвался от джапы, чтобы сказать, «А если я переживу этот день, то в следующем месяце опять». Я спросил Шиле Праупаду, не хочет ли он, чтобы пришли Прадюмна и Джайадвайта. Прадюмна прочел стих и перевод, который он приготовил. Прадюмна выслушал его и остался очень доволен. «Ты сделал все очень хорошо, я весьма доволен тобой. Даже если я умру, постарайся закончить». Прадюмна сказал, что он работает по милости Шиле Праупады, и Прадюмна ответил, «Да, постепенно, по мере того, как ты будешь служить Кришне, Кришна будет давать тебе полномочия». Раупада думал о деньгах, которые он дал членам своей бывшей семьи. Позвав меня, он сказал, «Я не могу допустить, чтобы хотя бы пайса была потрачена зря. Если я увижу, что они проматываются попусту, они пойдут в благотворительному фонду Бхактивиданты Свами на развитие Гаура Мандала Буми. Они могут пустить их на развитие дела или на приобретение недвижимости. Надо исправить документы, внести этот пункт. Я могу подписать. Исполнители тоже должны знать об этом». В начале вечера прибыл Шататханя Магарадж с Макарадваджей. Этот Кавираджи лечил Магараджи Гдисайи. Его приемная была полна депутатов парламента и так далее. Существует шесть видов лекарства Макарадваджи. Он приготовил ситр Макарадваджи. Семи тол не требовалось. Хотя Кавираджи готовил ее для другого, но когда он услышал, что она предназначалась для Шататханя Прабхупады, он пожертвовал ее. Лекарство было приготовлено из золота, жемчуга, мускуса, слюды и других ингредиентов. И принимать его надо было с молоком или медом. Кавираджи дал 12 граммов, чего должно было хватить на 24 дня по две дозы в день. По две рати каждая. На Шататханю, как и на Адикешеву, произвело большое впечатление то, что тот Кавираджи был не Рамануджи, а Шактой, носящим трехлинейную шиваидскую тилоку. Прабхупада выслушал все это от Шататханя Магараджи, а потом сказал, что Бхакти Чару Магараджи и я отвечаем за лекарства. Мы спросили Прабхупаду, примет ли он его прямо сегодня. После некоторой дискуссии и настоятельных уговоров, он принял первую дозу с медом, с ложки из цельного золота, которую я по такому случаю достал из его альмиры. 26 октября. Сегодня утром Шила Бхупада предложила обойти храм. Он сказал, что мы можем совершить парикраму по бриндавану с носилками. Он велел нам сделать ему легкий массаж, который ему нравится, сказав, что профессиональный массаж предназначен для лошадей. Однако чуть спустя Прабхупада почувствовал себя плохо. И он сказал, я всем противен, все избегают меня. Мы все сказали, что это мы противны. Мы понимаем, как доброе Шила Прабхупада, что показывает свою зависимость от нас, заставляя нас постоянно быть с ним. Мы были вынуждены полностью предаться и думать о Шиле Прабхупаде, который независим и самоудовлетворен, делая все это ради нашего блага. Что делать? Я думаю, что Макрадваджа не сработает. Состояние мое ухудшается. Слабость. Мы постарались убедить Шилу Прабхупаду не бросать, но он сказал, я в тупике. Если вы хотите жить, вдохновляли мы его, Кришна выполнит ваше желание. Нет, ответил Прабхупада, в этом состоянии я не хочу жить. Я вовсе не хочу оставаться в этом положении. Это тупик. Мы должны мыслить практически. Вавананда Марат сказал, тогда нужно подумать о том, что такое для искон ваше управление, что оно означает для ваших учеников и для всего мира. И тут Шиле Прабхупада раскрыл одну из главных причин, по которым он все еще оставался в этом мире. Об этом-то я и думаю. Такое большое общество, цели и задачи могут быть утрачены. Я смотрю с этой точки зрения. Шиле Прабхупаде очень хотелось пойти на Парикраму. Несколько раз он спрашивал, не время ли, а около 8.30 не выдержим. Преданных переполняла радость, когда они увидели, как Шиле Прабхупада раз за разом объезжает храм в своем паланкине под звуком вдохновенной киртаной хамсадуты. Мы вошли в храм, чтобы получить дашину трех алтарей, а затем вышли и снова стали обходить храм. Возвращаясь в свою комнату, он сказал, «Было совсем нетрудно, я совсем не устал. Мне было очень удобно». Смарупада Мудара напомнил Прабхупаде, что сегодня раса Пурнима, а завтра начинается картика. Вот видите, мое вчерашнее предложение насчет парикрамы было удачным. Теперь, когда будет хорошая погода, можете поднимать меня наверх. Нечего мне лежать, как колоди на одном месте. Панча Дравида с вами рассказал, что все преданные с восторгом восприняли обход храма. Я тоже в восторге, мне было очень удобно. Я мог бы еще и еще обходить храм, «Если бы я только мог продолжать эту парикраму, это было бы духовным лечением». Я описал, каким образом мы можем расширить парикраму, возможно, на всю Вриндавану. «Если я умру на парикраме, это будет большая удача. Вы можете расширять программу парикрамы». Панча Дравида решил, что некоторое время будет принимать Макарадваджу только один раз в день, чтобы увидеть эффект. Панча Дравида сказал, что его отец тоже принимал Макарадваджу, а другое лекарство называется «сваруна синтву». Оно дешевле. Сваруб Дамудар получил телеграмму, в которой сообщалось о том, что его дед оставил тело, и его приглашают на церемонию с Шадхой, особенно учитывая, что кроме него старших членов семьи нет. Он подошел к Шили Прабупаде и сказал, «Я не знаю, правильно ли это, что умер мой дедушка, можно мне уехать?» Прабупада ответил цитатой из Шимад-бхагаватам. «Деваши, Бутапта». «Кто занят в служении Кришне, тот уже не нуждается в подобных вещах. Кто полностью занят в служении Кришне, тот освобождается от всех обязанностей. Он уже не является чьим-либо слугой, поскольку нашел прибежище у Верховной Личности. К преданному укрывшимся у стоп Кришне нет нужды совершать церемонию Шадха. Теперь поступай, как захочешь». Смаруб Дамудар выслушал все эти добрые наставления и посмотрел на меня. Я подтвердил его решение не ехать. Пришел Гопала Кришна и представил Шили Прабупаде новый номер «Домой к Богу» на хинди. Он сообщил, что в печати находятся еще 22 новых книги на хинди и других языках. Хотя Шила Прабупада выглядит на нас несколько сильнее, однако лекарство вызвало какие-то осложнения. Стул у него сегодня был пять раз. Вечером он сказал, «Сему конец всем надеждам. Я постоянно испражняюсь и при этом теряю силу. Прекрати давать мне это лекарство. Если человек не ест, то понос – это потеря последних сил». Тривикрам Магараджи. «Вы чувствуете себя слабее?» Прабупада. «Разумеется. Мы стали спорить с ним, говоря, что понос означает, что из тела выводятся яды, но Прабупада не принял нашего довода». Бхавананда Магараджи. «После Парикрама вы, кажется, взбодрились?» Прабупада. «Парикраму я могу совершать с медицинской точки зрения надежды никакой». Таман Кришна Магараджи. «Как можно отказываться от лекарства так быстро?» Прабупада. «Да, так, потому что оно действует совсем наоборот». Бхавананда Магарадж. «Может быть, это просто сок дыни? Он может действовать как слабительное. В конце концов, нам нужно надеяться не на лекарство, а на лотосоподобные стопы Кришны Баларамы». Прабупада. «Это единственная надежда. Когда я первый раз принял лекарство, я думал, оно придаст мне силы, а вместо того у меня понос». Таман Кришна Магарадж. «Все астрологи говорят, нужно потерпеть. После марта-апреля все будет благоприятно». Прабупада. «Я терплю, но где же март? Я хочу остаться, но обстоятельства не позволяют. Не давайте мне никакого лекарства. Просто пойте и носите меня на парикраму». Ночью Гарри Шаури Прабул сообщил Шиле Прабупаде о смерти Самджаты Бубанешхари. Гарри Шаури спросил, гарантирует ли смерть в даме возвращение к Богу? Шиле Прабупада ответил, «По крайней мере, ты проведешь много лет на райских планетах». Он процитировал соответствующий стих из шестой главы Бхагавадгиты. 27 октября. В середине ночи Шиле Прабупада позвал меня и приказал следить, чтобы ни в коем случае деньги, которые он выделил в качестве пенсии, своей бывшей семье не тратились впустую. Пустую он определяет, как без всякого прока или выгоды. Утром Прабупада отправился на парикраму, во время которой наш друг и спонсор Шри Гарри Прасад Бадрука выразил ему свое почтение. Возвратившись в свою комнату, Шиле Прабупада попросил Гарри Прасада рассказать новости из Хайдаля Бада. «Роскошно ли поклонение, раздает ли Прасада?» Гарри Прасад Бадрука сказал, что нет. «Смотри, чтобы раздавали». Мне он сказал, «Здесь во Вриндаване было пустое поле, а теперь по милости Кришны приходит столько народу». Несколько раньше Прабупада по нашей просьбе согласился принять дозу Макарадваджи. Описав в подробностях своих взаимоотношений с Министерством внутренних дел по поводу виз для предных, Коппалакришна сказал, «Они дают три года и разрешают продлевать еще на два. Я прошу разрешить пять лет плюс два». Прабупада, очень довольный новостями. «Соглашайся немедленно, лучше что-то, чем ничего». Прабупада сидел, было очень удивительно видеть его таким разговорчивым. Гоппала Кришна, «Им очень нравится ваша деятельность». Прабупада, «Кому же она не понравится, кроме совсем неразумных?» «Яссяти, бхакти, агавати, акинчина». «Для современного мира это довольно свежая идея. Так нашим людям больше не будут затыкать рот». Гоппала Кришна, «Нет, Шрина Прабупада, Джи-Би-Си будут подтверждать личность приезжающих». Прабупада, «Джи-Би-Си должны выбирать тех, кто будет приезжать». Гоппала Кришна рассказал, что «Я организовал заем четыре лакра-рупы для Би-Би-Ти». Прабупада рассмеялся и сказал, «Займы, отдача в любой момент, а? Атрия-риши». «Деньги получите с Атрия-риши». Еще Гоппала Кришна сказал, что он вел переговоры с китайским посольством о преподавании хинди в Пекинском университете. Шила Прабупада сказал, «Да, представьте, все на хинди». Смарук Дамударпи принес статью о научной конференции, опубликованную статэсмен. Шила Прабупада был доволен и прокомментирован так. «Хорошая статья, очень научный подход. Она дает представление о том, что в жизни происходит из молекул и, кроме того, рекламирует институт Бхакти-Виданте и Бхагавад-гиту. Я прочитал письмо от Харидасы, в котором он сообщает о том, что собрал 21 тысячу рупий за день после того, как услышал, что Шила Прабупада хочет остаться с нами. Шила Прабупада было очень приятно слышать о деятельности Харидасы, и он спросил, «Кем он был и кем он стал? Я сяти Бхакти-Бхагавати Акинчана». Преданные — это Крипасинту. Бамбей — это самый богатый город Инти. И теперь они хотят помогать, и в деньгах недостатка не будет. В конце концов, весь мир поймет, что преданные делают реальное служение. Когда в комнату вошел Бхагаджи, Шила Прабупада велел прочитать статью ему. Прабупада, «Институт Бхакти-Виданды делает нечто для блага современной науки. Приехало множество ученых и отечественных, и зарубежных. Это непростая вещь обсуждать научно, а не сентиментально. Он будет расти и развиваться. Таман Кришна Магарадж, «Может быть, нам нужно построить зал для института Бхакти-Виданды Прабупада? В данный момент в нем нет необходимости, но когда будет возможность, многоточие». Харидаса, «Ваше движение первое за рубежом, которое включает в себя Мурти-Пуджу?» Таман Кришна Магарадж. «Да, остальные просто засушенные какие-то, как, например, общество Веданды, Прабупада, Брама, Брама. Об этом говорится в Чайтане Чаритамвите, философия Майавади, когда у них больше нет аргументов, Брама, Брама, Брама и все». Шилла Прабупада продолжал наставлять меня в том, что он считает правильным использованием пенсии, назначенной им членом своей бывшей семьи. Это первое, рост бизнеса, второе, приобретение недвижимости, и третье, приобретение государственных облигаций, срочные вклады и так далее. Все остальное это разбазаривание. Прабупада переводил сегодня дважды, начав с 14 главы Брама-стути. Во время второго перевода вечером он вдруг начал испражняться прямо во время перевода. Он остался совершенно запределен этому телесному проявлению, сказав «подождите» и не прервав перевода. Потом его помыли. Понос нарастал и принял угрожающие масштабы. В час ночи Прабупада позвал Бавананду и меня и приказал «прекратите давать мне лекарства и посоветуйтесь с Кабираджи и Вдели». Тамал Кришна Маарач. Нет, ничего необычного в том, что после такого количества фруктового сока у человека начинается понос. Прабупада продолжал принимать огромное количество жидкостей 750-1200 миллилитров в день. Прабупада, сколь бы мало ни было крови, местный Кабирадж тоже говорил, что теперь она очень сильна. Тамал Кришна Маарач, может быть, нам опять позвать Бонамали Прабупада и привязаться к нему? Бавананда Маарач, Кабирадж должен постоянно быть под рукой. Прабупада, потому-то я и велю предаваться Кришне, я могу это сделать. Парикрама и Гангайджала. Тамал Кришна Маарач, Джапатака Маарач нашел Кабирадж из Рамануджа Сампродари. Прабупада, пусть он придет, что он пропишет, это будет последним. В моем сне был Сату Раманудж так что если он назначит что-то, пусть это будет последним. В моем сне был Раманудж Сатху. Если Бангур предлагает его, кто-то очень опытный должен поехать и привезти его. Затем, если он решит, мы сможем поехать к Калькутту. Если за это время я умру без лекарства на Парикраме, то разве это будет плохо? Мы все сидели окруживши Луправупаду. Мы так долго ждали эту Макарадваджу, а теперь она вернулась ядом. Мы сидели молча смущенные. Махакшат Риши как человека очень следующего в диете и массаже, который сможет помочь Прабупаде. Но я колебался, может ли позволить, можно ли позволить любителю экспериментировать на Прабупаде? Однако, поскольку мы все были в таком замешательстве и так устали, и дело было среди ночи, Лумаша Риши продолжил говорить, обращаясь к Прабупаде. И мы его не перебивали. Когда же он попытался сделать какие-то назначения, Риши Прабупада тут же его остановил, сказав, это твои предписания. Иными словами, предписания было слишком много. Тогда Лумаша Риши начал делать точечный массаж на той части ноги, которая, как он сказал, связана с почками. Это причинило Прабупаде боль, и мы велели ему прекратить. Вместо того, чтобы послушаться нас, которые были старше, его он спросил Прабупаду, должен ли он действительно прекратить. Мы не могли дольше терпеть, ведь он мог снова причинить боль Прабупаде, поэтому мы силой заставили его прекратить. На следующий день Лумашу отправили к Адрии в Тегеран. Шададаня Магарач позвонил Калькуту и велел Адри Тараня немедленно привезти Рамануджи к Авераджу. 28 октября Сегодня утром около 11 утра я был вызван комнату Шила Прабупады. Приехал его бывший сын Бриндаван Чандра. Шила Прабупада даже слова ему не сказал. Прабупада попросил поговорить с ним меня. Не осведомившись даже о здоровье Прабупады, он спросил меня о займе в лаг крупе для его книжного магазина. После долгих переговоров было решено, что ему будут переданы 43 200 рупий полученных от почтовых облигаций посттал рецепст. Они уже встречались раньше. То ли переводы, то ли облигации. Похоже, что это все же облигации, с которыми он сможет обратиться в банк для составления баланса. Отправив его в комнату для гостей, я вернулся к Прабупаде очень счастливый, что Прабупаде позволил мне разбираться с его бывшей семьей. Раньше это всегда изматывало его. Теперь Прабупаде сказал мне, постарайся помочь этому бедному мальчику, как бывшему сыну твоего духовного учителя. Теперь все деньги, приходящие сверх установленного, должны задерживаться для всех, кроме него, потому что он пытается начать какое-то дело. И вы можете отослать его обратно в Калькутту самолетом. Я сказал, что ему придется поработать, чтобы получить вторую часть займа. Иначе, если он получит его слишком легко, он расстражилит деньги. Прабупаде сказал, да, так и сделай. А по по поводу ММД он стал коммунистом и получил от своей матери полномочия чиновника органов юстиции. Позже я встретился с Бриндаван Чандарой и попытался дать ему наставление относительно расширения его бизнеса. Я указал, что ББТ дал ему 25 тысяч рупий в книгах и 10 тысяч рупий на транспортные расходы, но он вернул всего 6 тысяч рупий. Вечером Прабупад сказал мне, с ними нужно действовать очень осторожно. Мы не должны из любви позволять им прожили деньги. Используй весь свой разум. Я полностью полагаюсь на твое решение. Если у них не получится хороший бизнес, тогда пусть ББТ по крайней мере перестанет оплачивать его путешествия. Они не должны получить больше, чем по 250 рупий на нос, а моя жена тысячи рупий и жилем. Вот и все. Постарайся им помочь, но не давай транжирить. Я предоставлю тебе полную свободу. Ты очень умный парень, контролируй их. А через 7 лет, даже если они транжирят 750 рублей, пусть я не волнуюсь. Наш капитал не потерян. Наш капитал не потерян. Прабхупада хорошее мысль, очень хорошая мысль. Если вы начнете раздавать просадам, у вас не будет недостатка в участниках. Прабхупада цитирует бенгальскую пословицу. Если разбрасывать рис, то недостатка в воронах не будет. Тамал Кришна Махарадж. Похоже, у бенгальцев есть поговорка на каждый случай. Прабхупада Бенгаля была поделена на множество частей, но юмор сохранился. Бенгальцы покладистые и добродушные, поэтому у них такой юмор. Тамала Кришна Махарадж. Ваш гуру Махарадж тоже часто цитировал бенгальские пословицы Прабхупада. От него я этому и научился. Продолжайте Киртану, Арея Кришна Махамандра во всех обстоятельствах Джапа или Киртана. Вопрос о Кавираджа перешел от ожидания к гневу, безнадежности и, наконец, к шутке. В 11.45 вечера прибыл Кавираджа с Адритхараной Прабху. Они проделали чрезвычайно трудный путь. Когда мы привели его в комнату Шилы Прабхупады, тот сказал мне, будь осторожен с Вриндаваном. Так или иначе, но я был бедным индийцем. Прабхупада заплакал. Ни одна пайса не должна быть потрачена зря. Я не могу. Ты умен, следи за этим. Кавираджу представили Шиле Прабхупаде как Дамудар Прасад Шастри. Это был Марварет с летних лет, хорошо образованный и прекрасно одетый стилок и последователей Равануджи. Он пощупал пульс Прабхупады, а затем вытащил стетоскоп и выслушал друйц. Он возражал против Макарадваджи, сказав, что всякое лекарство, содержащее столько радути или мышека, ядовито. Поэтому Прабхупаде не следовало давать Макарадваджу. Он назначит список медикаментов и через две недели Прабхупада очень поправится. Тогда Прабхупада сможет поехать в Западную Бенгалию. Кавирадж сказал, всю свою жизнь вы не заботились о своем теле. Прабхупада ответил, мне пришлось принять много учеников, так что я несу и их карму. Кавирадж заверил нас, что Прабхупада поправится, потому что у него было сильное сердце, хотя почки печень были в плохом состоянии. Сначала он подлечит печень и почки, а потом даст расайану для поднятия жизненного тонуса. В нынешнем состоянии Прабхупады путешествие не показано. Выслушав все это, Шила Прабхупада сказал, возьмите его предписание и строго следуйте им, я не возражаю, я буду все выполнять, это последнее средство, что бы ни было, больше проб не будет. Так, дорогие преданные, мы прочитали с 25 октября 1977 года по 28 октября джаэши на Прабхупада спасибо большое всем. Остараемся продолжить завтра. джаэши Продолжение следует...